Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня я расскажу вам про развитие инфраструктуры рекомендательной системы Дзена, про то, как мы ее развивали, исходя из каких мотиваций мы делали те или иные решения, и про то, как мы ее в конце концов все-таки пошардировали, что это такое, как это сделано, и какие задачи и цели оно решило. В двух словах про что такое Дзен. Андрей вначале рассказывал, ну вот это контент-платформа, есть разного вида контента, лонгриды, видео, клипы, большая аудитория, около 30 миллионов пользователей заходят в Дзен в день, десятки тысяч активных авторов, 150 тысяч РПС запросов в сервис, и порядка сотни уже микросервисов внутри происходят. Плюс мы живем в протигме высокой устойчивости, 4 девяточки, для тех, кому эти слова знакомы. А кто видел термин девяточки, помашите мне ручкой. О, прикольно, вас много, мы с вами подружимся. Пойдемте разбираться, что же там с архитектурой Дзена, для того, чтобы понять, какой мы ее строили и почему она такая. Давайте поймем, что вообще мы хотим. Мы хотим, на самом деле это хотят наши ML-инженеры, те, кто решают задачу, как сделать самые лучшие рекомендации для пользователя. Вот что им нужно, что мы, как бэкендеры, можем дать ML-щикам, чтобы они сделали идеальную систему. Первое, что на самом деле хотелось бы, это чтобы система была реактивной. То есть, чтобы на любое действие пользователя мы могли максимально быстро сфигировать. Не через день, не через два, не через месяц, не через, может быть, 15 минут. Это тоже может оказаться долго. Вот ты сейчас кликнул, и мы хотим сразу же это учесть. Вторая вещь, которую хочется иметь, большой объем контента. Все понимают, что если ты можешь рекомендовать из огромного количества контента, там больше шансов найти что-то релевантное пользователю. Если у тебя 1 миллион документов, если у тебя 1 миллиард документов, это сильно большая разница. Среди миллиарда ты можешь найти пользователю то, что нужно. А среди миллиона, возможно, нет. Следующая вещь, звучит загадочно, размер воронки, объясню, что это такое. Это то, сколько мы документов реально сравним с пользователем. Мало того, что нам нужно иметь много документов всего, нам еще хочется уйти возможность пользователю прямо глубоко проработать релевантность для пользователя конкретных документов. И хочется, чтобы их было много. Чтобы мы не просто там нашли какие-нибудь 100 популярных, проверили, окей, тебе из этих 100 популярных что-нибудь подходит или нет. А чтобы мы, ну, к примеру, давайте сразу немножко забегая вперед про цифры сейчас. В текущем продакшене мы для пользователя прям глубоко проскариваем 50 тысяч документов. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, самое такое, может быть, неочевидное, но бесконечно нужное, это то, насколько мы легко можем вносить изменения в наш продакшен, насколько быстро мы можем проверять гипотезы, потому что, на самом деле, это критически важно. Система должна быть такой, чтобы мы могли максимально быстро провести какой-то эксперимент, понять, помогает он нам или нет, сделать какие-то выводы и скорректировать дальнейшую разработку. Ну давайте начнем с первого пункта, с вот этой реактивности, что, на самом деле, к какому решению нас привел такой запрос. Это привело нас к решению, потому что мы все рекомендации делаем в реал-тайм. Вот когда ты кликаешь в Zen.ru, видишь сайт, вот ровно в эту секунду мы, на самом деле, начинаем искать тебе рекомендации. Они не построены заранее, мы ничего не кэшируем. Если ты зашел сейчас, кликнул, там пролистал, все твои взаимодействия в текущей ленте мы в следующей пачке уже учтем. Это, на самом деле, дорогое решение. Это решение требует ресурсов, требует определенных подходов, про которые как раз я буду тоже рассказывать. Но это позволяет обеспечить одно из важных, желаемых особенностей. Давайте разберемся, что вообще внутри себя рекомендательная система делает. Вот что там за магия такая. Есть, кстати, здесь мэльчики, те, кто там векторочки умножает, знают, что такое имбединг. Так, отлично, вас мало. Значит, этот слайдик будет полезен, я расскажу. Значит, в основе рекомендательных систем, как правило, лежат так называемые линейные модели. Как это работает? Представим, что есть большая-большая такая матрица, в которой в клеточках записаны взаимодействия пользователей с контентом. Там по столбикам люди, по строчкам единицы контента, в клеточках какие-то чиселки, которые как-то оценивают взаимодействие. Ну, к примеру, там единичка клик, нолик показ, единичка лайк, минус единичка дизлайк или что-нибудь в этом духе. Вот теперь представим, что мы каждому пользователю, каждому документу сопоставили какой-то вектор и теперь пытаемся предугадать, что будет с пересечением этой клеточки, как произведение этих векторов. Вот такая вот моделька. На самом деле это самая сильная модель для ранжирования. Она, естественно, после нее там еще используется какой-то искусственный интеллект. И вот таких моделей, о которых я говорю, их на самом деле используется одновременно очень много штук. Но давайте просто поймем, что для нас это значит. Вот этот векторочек документа или пользователя, так называемый имбеддинг, это стомерный вектор. 100 флотов, то есть 400 байт. И вот таких моделей их много. На каждый там контент, они бывают разные, там для видео можно считать время досмотра, для статьи, не знаю, что, например, клики, если в нее можно кликнуть, если это короткий пост, который не кликается, то там другие взаимодействия. В итоге на каждый из видов контента у нас порядка 15 с лишним моделей. Плюс еще к этому, конечно же, используются всякие различные счетчики. Сколько раз этим показывали, сколько раз его кликали, сколько раз его лайкали. Вот, если мы это все суммарно сложим, получится, что про документ для ранжирования мы знаем порядка 10 килобайт информации. Ну, это приблизительная цифра, оно в разное время менялось, в зависимости от того, придумали ли новые модели, или наоборот какие-нибудь старые закопали в пользу более эффективных. Порядок примерно такой. Ну, давайте представим. Вот мы хотим сделать в рантайме сервис, который будет эти, давайте даже не 50 тысяч документов, давайте 20 тысяч документов. Вот в реалтайме на запрос, а запросов за лентой, их примерно 10 тысяч в секунду. Вот мы возьмем пользователя и откуда-то возьмем вот эти данные про контент, с которыми мы будем его глубоко сравнивать, вот это ранжирование делать. Давайте перемножим эти цифры. 20 тысяч документов, 10 килобайт на документы, 10 тысяч запросов в секунду. Вот, я перемножил, у меня получилось 22 терабайта. То есть, если бы мы, например, данные по документам хранили бы не там, где мы делаем ранжирование, нам бы пришлось где-то гонять эти 2 терабайта по сети. Конечно, понятно, можно там какой-нибудь кэш сделать, что-нибудь еще там улучшить, но вот в итоге в рантайме, в реалтайме нам нужен доступ к данным вот с такой скоростью, это просто, ну, самый-самый минимум. В секунду. 2 терабайта в секунду, не терабита даже. И отсюда получается следующая ключевая особенность нашей архитектуры. Мы всегда храним данные по документам там же, где их используем, там, где происходит ранжирование, там, где мы для пользователя ищем наиболее релевантный контент. Ну, давайте посмотрим, наконец, на картинку, как это выглядит. Вот это вот такая простая схемка нашего рекомендера. Монолит. Внутри в Java процессе прямо лежит база наших вот этих документов, которые вот были по 10 килобайт. Примерно 40 гигов мы туда смогли запихнуть. Кстати, если кто-то сразу зашевелилась мысль о том, что 40 гигов в Java это как-то стрёмно, вот они лежат во вхипе. Кому будет интересно, могу потом рассказать. Пользовательские данные мы хранили в какой-то базе. В нашем случае это была Кассандра. На самом деле там лежало просто какой-то кусок истории пользователя. Мы ходили в рантайме, забирали эту историю, притаскивали ее на наш этот Java рекомендер, досчитывали какие-то вот эти имбидинги по пользователям, и уже начинали в этой базе ковыряться, искать релевантный контент. То есть рекомендер такой сервис монолитный, в него летит запросик с айтишником пользователя на выходе список карточек. Давайте посмотрим, какие задачи эта система хорошо решила, а какие не очень. Ну вот очевидно, с чем здесь проблема есть, это с тем, что мы ограничены памятью. Вот в эти 40 гигов мы не смогли засунуть больше, чем 2 миллиона контента. И это прям капец печально. Вторая вещь, которая здесь болела, это то, что оно долго работает. У нас было там порядка 600 миллисекунд в 99 персентиле. Не то чтобы это уж совсем плохо, но недостаточно здорово для того, чтобы этот пользователь листал ленту гладко, чтобы она не подвисала при обновлениях пачки. И, конечно же, хочется лучше. Конечно, понятно, что там можно угореть, распоролить все, что можно, написать кучу асинхронного кода, бороться со всем, чем можно бороться. Мы там даже этим занимались какое-то время и там улучшили это время, там пили секунд на 100, но все равно это как-то не масштабируется. Но самое, на самом деле, страшное, что здесь случилось в этой схеме, это то, что у нас есть один сервис, в который пишут все, кому не лень. Вот тут написано 30 человек. Наверное, я как-то промельчил. Наверное, их было больше на тот момент. Но это прям реально каждый день. То есть вот много-много коммитов, и все хотят откатить. Как вы думаете, к чему все это привело? К тому, что очень больно. Постоянно кто-то что-то ломает, кто-то сажрал какой-то ресурс, а сервис монолитный. Ребята, мы хотим сделать маленький колдунчик. О, нет, мы положили весь продакшн. Вот так вот точно не годилось. Что с этим можно было сделать? Ну, кстати, прежде чем поговорить, поговорим о том, что мы с этим сделали, давайте не забудем о том, вот тут вот вкратце плюс и минус этой схемы. Про минусы все понятно. С надежностью не очень. Единая точка отказа. Плюс все коммитеты в одно место друг другу мешают. И какой-нибудь новый код, который плохо протестирован, который нужен был вот прям сегодня, может уложить всех. То, что там память жмет, контента много не запихнешь. Но несомненный плюс — это простота. Вот есть один сервис, у него простой контракт, его легко тестировать. Там нужно один раз собрать, закатил, все. Никаких там протоколов, общения, сервис между друг другом, никакой обратной совместимости. Супер. Но вот эта проблема, вот, наверное, вот эта проблема, она была самая-самая больная. То есть там сидели, придумывали, как память оптимизировать. Там давайте сможем, там не 2 миллиона, а 5 миллионов. Но вот с этим вот ничего сделать было нельзя. Давайте посмотрим, что-то сделали дальше. Ну, это вот небольшая простая схемочка с микросервисами. Наверное, здесь немножко некорректно картинка нарисована. Вот эти желтые баночки — это тоже Java процессы. Внутри в них в памяти лежит контент, который ранжирует уже, вот эти сервисы, которые ранжируют уже определенный вид контента. Есть сервисочек, который называется Super, он как-то уже дообрабатывает данные пользователя, прочитанные из бас-данных, и сервис Blender, который просто формирует ленту из выдачи разного контента. Очевидно сразу, что в такой схеме меняется, это в том, что теперь, во-первых, чтобы в один сервис можно укладывать не все виды контента, а только какой-то один вид контента. И уже ура, у нас уже в несколько раз больше контента можно положить. Не 2 миллиона на все, а 2 миллиона статей, 2 миллиона видео, 2 миллиона коробких видео, ну и так далее. Ну сильно лучше, чем было на самом деле. Особенно вторая вещь отличительная, теперь каждый из этих сервисов разрабатывает своя команда. Вот там баночка, на которой написано End Averse, на самом деле их было много. Там порядка десятка штук. Там какие-нибудь колдунчики, какие-нибудь рекомендации, не знаю, там стримов, рекомендации трансляций, много разных продуктовых экспериментов, много разных сервисов, много людей, которым нужно прям быстро-быстро-быстро. И теперь они пишут вот в свои сервисы и не ломают остальных. Какой трейд-офф? Вот микросервисы не бесплатно. Так появляются сразу проблемы. Первая проблема о том, как эти микросервисы друг с другом подружить. А второе, как потом это все катать. Ну вот про подружить есть технология, которая нам хорошо зашла. Называется Uphost. Вот тут есть QR, можете зайти почитать подробнее. Если вкратце, это решает задачи, похожие на те, которые решают сервис мыши, но делает это немножко по-другому. То есть такой фреймворк, который решает задачи сетевого взаимодействия, мониторинга, трейсинга, сервис дискайвери и так далее. Но вместо того, чтобы как сервис мыши делать какую-то проксю, Uphost — это вот такая штука, который сам ходит во все сервисы, передает им данные, получает от них данные и выдает какой-то ответ. То есть запрос приходит, на самом деле, в этот Uphost. Он по очереди начинает обходить все сервисы, которые нужны, и выдает уже ответ. Это немножко затрудняет, на самом деле, не то, чтобы затрудняет разработку, это немножко меняет взгляд на то, как ты дизайнишь сервисы, потому что, с одной стороны, тебе нужно думать о том, что схема должна быть построена так, что в тебя придут, но классное в этой схеме то, что теперь каждый сервис, он сам по сети никуда в другие не ходит. Он такой, типа, чистая функция. Вот мне что-то пришло, я отдал на выход. Это свой ответ. У кого, кстати, когда-нибудь утекали труды на взаимодействии с каким-то другим сервисом и потом укладывали свой сервис? Помашите мне ручкой тоже, пожалуйста. Я прям… О, на самом деле, не так много. Но вот в моей жизни это было много раз, пока вот это не появилось. Вот типичная ситуация, что есть сервисочек, он ходит там в какой-нибудь маленький-маленький микросервис, который там делает какую-то штуку не очень нужную, и даже если тот микросервис не ответит, то как бы все нормально работает. Но только тайм-аут там стоит не очень хороший, потому что вот что-то поменялось, когда тайм-аут, с тех пор, когда тайм-аут выставляли. И вот пришла нагрузка, тот сервис слег. Если бы он сразу бы не отвечал, было бы нормально, но он там подвисает, а ты начинаешь его ждать, у тебя утекают труды, и вот у тебя критически важный сервис слег. Вот здесь такого вообще не происходит. Вот вторая вещь, которую нужно решить, это как это все катить. Потому что теперь какое-то там взаимодействие между сервисами, обратная совместимость, это просто у тебя места одного релиза стало много. И вот когда мы придумали эту схему, начали ее в продакшн внедрять, у нас разгорелась прям целая война. Катать это баннлом или по отдельности. Вот, простите, позвольте мне еще один интерактивчик провести. Кто хочет катать бандлом? Так, а кто хочет катать независимо? Блин, я завидую вам, короче. Вы этот выбор сделали правильно прям сразу, а мы на самом деле нет. Вот, мы вот взвешивали все за и против, и за бандл было гораздо больше за. Во-первых, потому что мы уже умеем тестировать это, мы знаем контракт сервиса целиком. Зачем мы не знаем, как тестировать отдельные компоненты? Вот, то тестирование уже готово. Вот оно уже есть, давайте сделаем. Во-первых. Во-вторых, релиз все-таки это сложный. Релиз это долго там что-то ждать, когда оно там протестится, скомпилируется, выкатится. Зачем много релизов, уже от одного-то болит. Давайте сделаем их, не будем делать их больше. Плюс, когда он один, можно сделать хитрым, там, не знаю, отрезать его по расписанию ночью, он будет там сам тестироваться, а утром ты кнопку нажал и покатил, все здорово. Вот, а в пользу независимых релизов, в общем-то, ну, только отговорки про то, что вот то, что в бандле не работает, а то, что... Из реальных плюсов то, что мы... Вот ты написал код, и можно катить, не ждать никого. Ну, вы уже знаете ответ, я хотел вас удивить, но подсказка, что там релиз бандла просуществовал месяц, и один из релизов катился 8 дней. Вот на этом с бандлом мы покончили и перешли к независимым релизам, и долго удивлялись, как мы вообще могли сделать по-другому. Ну что, давайте подведем итоги того, что нам дала вот эта новая архитектура. У нас улучшилась отказоустойчивость. Ну, насчет того, что нет прям совсем единой точки отказа, она все равно есть в виде вот этих вспомогательных сервисов, которые назывались Упер и Блендер, но в них гораздо меньше пишут, они гораздо проще, в них гораздо меньше ресурсов нужно вбухивать, там можно сделать с запасом. То есть в целом это гораздо более резилиен схема, чем то, что было раньше. Тем, кому нужно быстро теперь живут в своем загончике, никому не мешают, и это просто великолепно, лучшее, что могло случиться. У нас стало больше контента, и, как ни странно, некоторые вещи бесплатно распараллелились, и наша латенсия упала в полтора раза, что, в принципе, ну, неплохо. Лучше 400 миллисекунд. На самом деле для пользователя незаметным будет что-то в районе 200, но мы к этому еще вернемся. Но все еще не очень. Два миллиона контента — это ни о чем. Это не тот масштаб, который нужно целиться. И латенсия 400, как я сказал, это не предел мечтаний. Мы хотим еще лучше. Давайте пойдем дальше. На свежачок. Вот такая вот схемочка новая получилась. Смотрите, что на ней есть. Вот Uber и Blender осталось, как было. А вот вместо сервисов, которые рекомендуют определенный вид контента, появились вот такие квадратики со стопочками. Это некоторые шардированные сервисы. Про то, как они устроены, я сейчас расскажу. То есть теперь для того, чтобы порекомендовать статьи, мы попадаем в какую-то распределенную систему, где работает сразу несколько шардов. И есть сервис, который склеивает их ответ. Ну, по сути, он делает простую вещь. Получает ответы от этих шардов, берет и дальше сортирует самые лучшие по скорам, то, что мы там нарекомендовали. Как мы вообще до этого дошли? Вообще идея сделать вот этот рекомендор шардированным, она была вот очень давно. Наверное, года с 18-го. И мы, в общем, даже у нас было представление о том, как это делать, но мы все как-то, ну, вроде как бы и так нормы. Сейчас что-нибудь пооптимизируем опять, как-нибудь поплотнее данные в памяти положим, у нас все уместится. И совсем больно стало, когда мы решили положить в наш рекомендор так называемый item-to-item индекс. Что такое item-to-item индекс? Вот вы видите просто табличку, это на самом деле действительно так и есть. Мы берем для каждого документа, храним список похожих. Для того, чтобы использовать это очень простым образом, если ты видел что-то, давайте мы попробуем тебе порекомендовать похожее. Просто вот взяли item, посмотрели, какие на них похожие, все здорово. Проблема очень простая. Item-то, документы, которые ты мог видеть, которые тебе могли понравиться, к которым нам нужно искать похожие, их много, там порядка 60 миллионов. И вот списки, сколько нужно взять похожих, чтобы из этого что-то получилось. Ну, за отправную точку мы взяли, что нам нужно примерно 300 штук. Это вот в email комнате вам, ребята, смогут лучше рассказать, почему нужно столько. Но вот если мы сейчас посчитаем просто, сколько вот такая структура будет весить, это получится где-то 140 гигов. Вот это уже в память никак не впихнешь. Нужно это как-то шардировать. Ну, самой простой идеей было бы, ну, что здесь думать, вот есть табличка, взяли, порезали ее по строчкам. И все. Все очень просто, понятно. То есть на одном шарде у нас пускай будут определенной, определенная доля документов, к которым мы ищем похожие, то есть те, которые пользователь видел. Они же, их еще, кстати, называют якорями. Вот так вот распределим, и все будет работать. Но на самом деле, так можно было бы сделать. Это был бы отличный сервис, который умеет показывать вписки похожих, но к нему никак не приклеишь шарнжирование. Потому что, чтобы теперь вот в этом шарде использовать данные по документам, которые мы там храним, нам придется туда запихнуть все документы. То есть вот смотрите, слева, вот бледно-фиолетовое, оно распределилось, а вот то, что справа большое, оно все равно на каждом шарде покрывает примерно всю базу. То есть классный индекс можно сделать таким образом, а вот рекомендер не очень. Ну и второй подход к этой задаче был такой. Давайте мы сделаем наоборот. Вот пускай у нас будут… Пускай мы эти списки разрежем на кусочки. В каждом кусочке документы из определенного диапазона. То есть в одном шарде в индексе вот ключами вот этого большой мапки являются все вот эти 60 миллионов потенциальных позитивов пользователя, а в самих списках сколько-то документов из этих 300, которые в этот соответствующий шард попадают. Что это нам дает? Это дает нам то, что теперь смотрите, давайте вот мы вот всю нашу базу документов вот так же порежем на кусочки. Вот пускай вот в первом шарде будут документы в каком-то диапазоне индексов, например, от 0 до 100. В другом… Ну, не от 0 до 100, на самом деле. Это числа условные. Если бы у нас всего было 100 документов, это было бы грустно. Но можете приклеить туда другое число. Смысл в том, что подряд идущий диапазон айдишников. И в другом шарде следующий диапазон айдишников документов, которые не пересекаются. Что получается? Получается, что теперь вот наш рекомендер, это по сути просто 8 таких рекомендеров. Ну, 8 это то, сколько реально их получилось. Их может быть больше или меньше. Это вот несколько таких рекомендеров, которые друг о друге ничего не знают. У каждого своя база контента, не пересекающаяся. Они рекомендуют, а мы потом из них склеиваем лучшее. Да вот твёрди и всё. Вот так вот это работает. То есть каждый из этих кусочков, теперь в него влезает столько же данных, он ограничен такой же памятью на машине, как мы можем себя обычно позволить. Только теперь их много. То есть уже кратно мы можем увеличить размер базы. Что нам это даёт? Ну, во-первых, очевидно, мы можем сделать базу больше. Во-вторых, что немаловажно, теперь мы наше ранжирование распараллельное на несколько потоков, не написав вообще ни единой строчки синхронного кода никакого. Вот каждый шар что-то там скорит. Мы это всё потом склеиваем. И таким образом размазываем наши вычисления по кластеру без каких-либо дополнительных усилий. Но какая здесь есть подвох? Вот мы сэкономили, что-то придумали, как лучше разложить документы, а вот пользовательские данные теперь нам нужно в каждый шарт таскать. То есть на один запрос мы ходим в каждый шарт с данными пользователя, которые мы там откуда-то получили. Теперь мы этот трафик начинаем умножать на количество шардов. И это прям больно. Прям больно, потому что про пользователей мы знаем довольно много. Но здесь нашелся трюк, который позволил нам существенно сэкономить. Вот большая часть того, что мы должны знать про пользователя, это на самом деле то, что он уже видел. Это одишники документов, которые он уже посмотрел, которые повторно показывать не нужно. И прикол в том, что когда у тебя какой-то вот этот шарт рекомендера рекомендует документы из определенного диапазона, тебе не нужно там знать про все документы, которые ты видел. Нужно знать только про те документы, которые попадают в этот диапазон. И таким образом мы на каждый шарт тащим не все пользовательские данные, а вот ту часть, в которой лежат айдишники просмотренных документов, мы вот так же разрезаем на эти же шарды. И это существенно экономит трафик. Вот эта цифра прям почти реальная, может быть округленная чуть-чуть. Вот если бы мы этого не сделали, там получилось бы примерно 16 гигабайт в секунду трафика на всю систему. Вот с таким вот разделением получается уже 2,5, что в принципе уже довольно адекватно. О, лопатки. Поздравляю всех с наступлением зимы. И хочу поднять интересную, мою самую любимую тему про деградацию, про грейсфл деградейшн. И при чем здесь лопатки? Вот когда машину из снега выкапываешь, вот этими лопатками ковыряешь, ковыряешь, и бац, под снегом встретился лед. Вот что происходит? Вот красная лопатка ломается, а оранжевая гнется. Вот хотим, чтобы с нашими сервисами происходило как с оранжевой лопаткой. Что если какая-нибудь фигня происходит, мы не сломались совсем, ну как-нибудь немножечко бы попортились бы, но при этом сохранили свою функциональность. Обычно такие решения называют грейсфл деградейшн, то есть какой-то способ разменять полную качественную функциональность сервиса на то, чтобы мы пережили какой-нибудь всплеск трафика. Обычно такое с публичными сервисами происходит постоянно. Какой-нибудь инфоповод, все дружно ринулись в свою любимую платформу, искать информацию, читать что-нибудь. И вот эта схема, которая вот шардированным таким рекомендательным сервисом, она на самом деле обладает очень классной штукой. Это тем, что внутри одного запроса можно несколько шардов так выключить ненадолго. Ну ненадолго, в смысле, на этот запрос, да, убрать из запроса один шард. И для пользователя мало что поменяется. Он получит самую лучшую рекомендацию не из всей базы, а из большей ее части, из 7-8 базы, из 15-16 базы, сколько вот нужно слить трафика, столько мы можем. При этом рекомендации продолжают работать. И это оказалось вообще прям очень круто, потому что ты даже для одного пользователя не обязан одни и те же шарды выключать каждый раз. То есть ты пришел, получил пачку, в ней какой-то там айтем не появился, потому что мы сдеградировали, а в следующей пачке он уже может появиться, потому что в следующей пачке мы выключим другой шард. И таким образом мы можем с вот этой нашей системы слить сколько угодно много трафика. Можно половину слить и в принципе все будет работать. Пользователь этого даже не заметит. Что еще классно, при такой деградации мы экономим не только CPU, не только какие-то ресурсы внутри нашей системы, но еще прям сеть на всем кластере. Давайте подведем итоги того, что нам дала вот эта новая архитектура. мы бесплатно распараллелили и ура, у нас 99% упал до 190 миллисекунд, что в принципе уже прям победа. База стала лучше масштабироваться, мы можем запихнуть уже 50 миллионов, это уже что-то. Мы расширили вот эту воронку, мы теперь большее количество айтемов в запросе ранжируем, потому что можем себе это позволить. И у нас есть классная деградация, мы не боимся роста трафика даже в два раза, потому что это очень легко слить без существенной потери в качестве продукта. Про минусы тоже нужно сказать. Вот тестовый стенд с полноценной такой системой теперь развернуть дорого, потому что там много шардов, это машинки, которые требуют каких-то ресурсов, и вот на каждого такой стенд, ну то есть этот стенд не бесплатный. Поднять на каждого разработчика всегда работающий стенд теперь занимает просто много железок. Но это не супербольшая проблема, мы умеем тестировать отдельный шард в отдельности, и когда нам нужно реально посмотреть все целиком, тогда уже можно поднять, это гораздо реже происходит, можно поднимать уже полноценный стенд со всеми шардами. А что дальше? А дальше я не знаю. Я не знаю, как будет выглядеть дальше наша система, но я знаю, какие перед ней вызовы. Вот, хотим реально бесконечную базу, где-нибудь миллиард документов, чтобы это было эффективно и не требовало бесконечных ресурсов. И что мы хотим еще? Это хорошую изоляцию разработки. В том, что вот было до этого все равно много людей будут ходить писать в один сервис. Вот, хотим придумать что-то, где в один сервис, вот в эту рекомендаторную систему могут писать там 200-300 человек и не мешать друг другу. Спасибо. Спасибо.